здравствуйте ксения здравствуйте рад вас видеть спасибо что вы здесь я получил ваше письмо вот ответ не написал но очень внимательно все просмотрел вот и сделал даже микро презентации там из семи слайдов по вашим участкам вот можем их разобрать как слышно как слышно поставьте плюсик если слышно и начинаем отлично так мы сейчас маленькая формальная часть я просто скажу что мы сегодня делаем потом разберем ваши участки если хотите вот ну и потом пойдем уже будем понимать что вот наши участки вот мы с ними уже знаем трудно отлично вот тогда так сегодня итак начинаем наш третий день третья часть нашего 10-дневного тренинга вебинара прошлого процесса посвященный планом деформация так я отключаюсь от чата переключаясь в презентацию буду часто крутить так слышно видно так что надо это мы уже прошли так вот планы деформации я это к этому все уже сделали вот тут у меня вопросы то что мы сделали вы все это сделали вы все это сделали и сейчас пройдем по вашим участкам вы нашли места где ловится карты вы собрали эти карты вы выбрали участок меандрирующей реки выбрали участок прямой реки выбрали участок малой реки и сделали их описание так сейчас я включу ваш текст у меня потому что отдельно не в этого сейчас я включу ваш текст вот а ну сейчас меня долго будет загружать потому что у вас в новом верде у меня старый старый верт новые надо запускать вот так что вы сделали вы нашли вы описали вот пока в общем-то недостаточно описали как что нам нужно нам нужно вы знаете вот вот это формальное описание нам не нужно но она нам нужно в том смысле что мы его используем вот какой результат описание после того как вы описали реку вы как бы не описываете ее там для нас для кого-то для заказчика для проектировщика там для меня для себя вы в это время набираете себе информацию даже не даже не информацию по некое понимание что с рекой было и что поэтому с рекой будет вы пытаетесь уже сейчас сразу найти тот ответ вот ради которого все это марок это у нас с вами вот тот ппр вот тут там куда раз моет вот моет не моет намывает не размывает если ограниченные факторы и вот очень интересно что вот это все как раз все же написано все эти четыре пункта они прямо точно бьет по конкретно по вашим участкам вот ну и переходим к вашим я сделал микро презентацию под вашу это под вашу туру так сейчас так вот первый участок который меандрирующая река который у вас здесь субботина так я так ну ладно в чате я не успеваю смотреть вот пойдем вот вы прислали 25 тысяч ну естественно вы конечно тоже лазили по всем этим вики мапе яндексом гуглом опл стрит мэпом вот вы все это уже внимательно просмотрели так и что вы пишете вы пишете у меня все текст еще пока не включился текст пока еще не включился поэтому я описание не успел включить заранее вот ну вы считаете что это свободное меандрирую меандрирую правильно ну я у меня так все еще не открылся ваш текст поэтому я просто вспоминаю вы там написали что у вас широкая долина широкое дно долины шириной там от а вот тура у меня включилась ваше так поэтому я сейчас буду уже смотреть прям по тексту вот и к образуется то есть девяносто процентов бассейн на территории сиридловской области вот общая длина реки тысячи километров водосбор 8000 вот смотрите это нужно но она пишется не здесь она пишется в начале отчета ну не знаю надо вам это или нет или вы прекрасно знаете значит вообще структура отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям сначала есть введение введение просто написано там для чего это сделано и что сделано и и что планируется делать вот вот мы сейчас с вами это все не проходим но все-таки затем затем вот у меня у меня всегда отдельная глава называется место положение участка местоположение описали чтобы ориентироваться где это затем идет климат потом идет исследуемые водотоки или по-другому иногда бывает гидрографическая сеть зависит от цели если у нас например какой-то объект мост или маленький участок короткий участок реки и он пересекает то там две речки рядом на или например и реку и приток тогда пишу гидрографическая сеть показываю схему в первую и вторая река вот она впадает она впадает в другую затем описываю одну реку и описываю вторую реку и да вот это есть порядок описание реки не участка нашего исследуемого реки для русловых процессов нужен участок для общего понимания что это вообще за река нужно описание реки и вот там в начале я пишу описание реки и там я привожу вот это то что вот у вас здесь на первой странице ниже первого рисунка найти в тексте у нас написано река тура бассейн табола и вот там описываем где исток где устья какая длина какой водосбор для чего это это нужно это это больше части нужно для вообще понимание что это за река и для гидрологических расчетов чтобы да там очень много воды течет или вот мало воды течет или еще что-то такое вот поэтому первый абзац потом и еще раз когда мы приступим а потом если уж я рассказываю схему отчетов по инженерно-гидрометеорологическим взысканиям потом вот все пишут по разному я пишу так после того как я писал вообще какие у нас есть водотоки я пишу гидрологическую изученность то есть вот мы поняли где наш водоток теперь мы обозреваем вокруг какие есть другие если у нас гидрологические посты на нашей реке близко они от нас далеко можем их использовать непосредственно или переносить надо или вообще косвенно на соседних реках перерисуем схема пишем таблицу и пишем какие водотоки выбираем вот так как мы теперь поняли на основе чего теперь следующий раздел пишем это гидрологический режим ну тут даже не понимать под гидрологическим режимом понимается все что с рекой поэтому чаще на самом деле получается вводный режим то есть выделяется на половой воде паводки между вот затем я пишу параметры водосборов и водотоков вот такая глава где для чего они нужны для гидрологических расчетов вот там я оконтуриваю привожу схему привожу таблицу вот и по перечню по каждому водотоку так теперь у нас появились все исходные данные для гидрологических расчетов на основе параметров водотоков водосборов а также региональных параметров которые взяты с аналогов или там вообще из ресурсов да я делаю расчет нормы стока расчет максимальных расходов воды при необходимости расчет минимальных расходов воды потом вот внимание потом пришла пешу 15 странно потом напишу пылевые работ и послеги гидрологических расчетов то есть для не драй fis киха расчетов результаты пылевых работ не нужны достаточно карт и ресурсов то есть для геологических расчетов мы используем два вида данных первый вид данных это общий по аналогам и второй конкретно по нашим водосбором и в реке и вот там вот это нужно вот это длинное описание реки затем полевые работы там что мы измеряли продольники морфостворы расходы воды там означали описание вот там кстати вот но там может быть описание участка но за заточенное под назначение коэффициент шероховатости в результате когда после того как мы у нас есть все значит полевые работы результаты полевых работ нас есть все исходные данные для гидравлических расчетов для расчетов кривых к у от аж который нам нужно для того чтобы максимальных расходов воды рассчитанные в разделе перед полевыми работами превратить в максимальные уровни воды или характерные уровни там вот поэтому после полевых работ нас гидравлические расчеты после гидравлических расчетов здесь по-разному здесь или я сначала пишу лидовый режим а потом русло и деформации или сначала русло и деформации потом ледовый режим. Ну, лучше сначала знали ледовый режим, потому что в русловых деформациях иногда может быть важны использоваться какие-то данные по ледовому режиму. Поэтому русловые процессы у нас в конце. И вот уже внутри, в рамках последнего раздела по русловым процессам после русловых процессов еще идут разделы. Это иногда выводы рекомендации, иногда только выводы, иногда если что-то конкретное там какое-то, например, мост прям конкретный или просто водозабор конкретный, тогда сначала выводы выводы это общие, я просто перечисляю, что я получил расходы такие-то, расположены там-то, расходы такие-то, водозабор такой-то уровни такие-то, затапливаются-не затапливаются, деформации такие-то, вот это выводы без рекомендации. А потом еще рекомендации, чтобы вот это если, например, там переукладка, перенос русла или еще что-то. Вот. Рекомендаций как можно меньше, потому что опасность такая, что мы возьмем на себя роль проектировщика и слишком много нарекомендуем. Потому что вообще-то это обязанность проектировщика уже принимать решение. И он в рамках своего проекта должен делать еще одну гидрологию, которая называется гидрологическое обоснование проектных решений. Возвращаемся к разделу по русловым процессам. Мы занимаемся только этим разделом. И в рамках этого раздела у нас есть, помните, есть пять основных пунктов. Первый пункт. Описание участка реки. Не реки всей, а участка реки. И определение типа русловых процессов. Типа русловых процессов тоже определяется на участке. На так называемом, есть такое официальное название, морфологический однородный участок. Это название, номинование и такое понятие. В русловых процессах, в науке русловых процессов введено Игорем Владимировичем Поповым. Хорошая книжка у него есть. «Русловые процессы и гидротехническое строительство». Два издания было в 60-е годы. И мы, если мы там в самом начале описывали реку, что было полезно для гидрологических расчетов, то теперь уже в рамках раздела по русловым процессам мы вначале пишем подразделчик под названием «Описание участка реки» и определение типа русловых процессов на участке реки. Потом плановые деформации, то, что мы сегодня будем заниматься. Потом глубинные деформации. Потом оценка разработки возможности определяющих проток. И построение профиля предельного размыва. Все. Поэтому, вот сейчас мы с вами пишем вот этот раздел. В разделе мы уже концентрируемся непосредственно на участке. И пишем не вот эти общие слова, которые, по всей видимости, вы, наверное, просто списали с какого-нибудь описания реки Туры. Потому что, в общем-то, сейчас для наших... Вот я на первой странице вашего текста. Я вижу вот ту же излучину, которая сейчас у нас на слайде. Только здесь у вас на 25-тысячники, по всей видимости. А здесь у меня с викимапией копия экрана. Вот этой красивой, шикарной излучины. И мост. И две деревни. Вот. И вот нам сейчас вот для этого участка реки, вот для, скажем, проекта реконструкции моста, предположим, да. Нам, вот вы знаете, вот совсем неинтересно, что река Тура образуется слияние там нескольких ключей. Где-то там, к северо-западу, от города к ушу. Вот. Вот это здесь уже не надо. Вот, в общем-то, ну как, вот я не повторяю. Я пишу на рассматриваемом участке реки Туры, долина. И начинаю про долину. Вот. Видите, шириной от 2,5 до 7,5. То есть, вот, как бы я описывал. Как бы я описывал. Я вижу вот этот участок реки. У меня есть какие-то данные. Там, 50-тысячные карты. Вот чем плоха ваша использованная 25-тысячник? Потому что он без горизонтали, без отметок. И таким образом мы не видим выраженный склон долины в виде сгущения горизонтали. Вот. Вот деревня, или не знаю, поселок, или что это, Субботина. Ну, предположим, деревня, да. Вот где она находится? По всей видимости, она находится на коренном берегу. Во-первых, чем еще... Вот смотрим на ваш рисунок. Мы видим, что у нас есть основное русло, извилистое такое. Ну, я показываю тогда. Я двигаю на вашем рисунке, а сейчас буду двигать здесь. Вот. Вот видим основное русло. Видим, что оно извилистое. Видим. Видим, что оно как-то не очень странно извилистое, да. То есть, помните, вот если свободное миандрирование, классическое свободное миандрирование. Классическое свободное миандрирование такие красивые, излучные, которые плавно входят в друг друга, примерно одинакового размера. Вот. И которые, ну, вот красивые. Которые вот можно описать как-то математически и какими-то синусоидами. А вот здесь мы видим, что есть, да. Есть извилины. И вот они почему-то вот здесь Идут вдоль города Вдоль деревни прижаты Вот тут есть какая-то деревня На перешейке Вот что Цель Наша цель Сама описание Это нам не нужно Описываем мы вкладываем в себя Понимание Мы становимся Шерлок Холмсами И мы хотим понять Что с рекой было И что с рекой может быть И где она была И где она не была Поэтому мы пытаемся Изо всех сил выделить пойму Вот Вот эта деревня Она на пойме Или на коренном берегу Теперь крутим дальше Видим кроме вот этого У меня такое впечатление Что вот эти все населенные пункты Которые с юга Вот реки Вот Малыково Там какое-то Семукино Вот это перья Еще какое-то Вот Такое впечатление Что они наверное Где-то все-таки Довольно высоко Расположены Скорее всего Может быть Они на коренном берегу Это пока Пока я вижу Один вот этот Фотографик Другие Другие с ними нет Вот В то же время Что еще я вижу Еще я вижу Старое русло По всей видимости Тура когда-то Может быть 300 лет назад Может быть 100 Может быть 1000 лет назад Она была У вот этого У северного склона Долины И вот И здесь я тоже Вижу Деревню Там Какое-то Тураево Еще какое-то Вот Вижу деревни И у меня большое подозрение Где Сомнение Где расположены Вот эти деревни Они расположены На пойме Или расположены На коренном берегу Почему Неандрирование Здесь Довольно Странное Вот смотрите Сначала Большая Излучная А потом Такая маленькая Излучная Еще какая-то Маленькая И мало того Вот эта маленькая Она упирается Прямо в деревню Вот Потом опять Какие-то маленькие Еще вижу Старицы Еще вижу Старицы Тоже Тоже Серповидные Есть Какие-то Старицы Другого Вида Какие-то Прямые Старицы Еще вижу Что Еще вижу Например Вот Здесь Ярко Виржано Много Следов Вера Перемещения Излучная Такое впечатление Что излучина Сначала была Вот здесь Потом Вот здесь Потом Вот здесь Потом Вот здесь Потом А вот Здесь Я Веров Перемещения Не вижу Мало того, я вижу разный цвет. Я вижу в середине зеленый цвет, а вот здесь я вижу какой-то серо-желтый, и вот здесь я вижу какой-то серо-желтый цвет. То есть такое впечатление, что все-таки это разные по морфологии состояния участки. И у меня теперь появляется впечатление, что я могу даже на основе космического снимка попытаться выделить ширину долины. Такое впечатление, что вот смотрите, населенные пункты, это по всей видимости они и река, современная река, бывшая река, населенные пункты, поля, пойма. То есть я могу провести некую границу между коренным склоном северным и поймой. Я провожу вот сейчас рукой. Вот так, 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 вот так. И теперь аналогично пытаюсь провести что-то по южной стороне. Вот здесь видно, что излучина уперлась в деревню. Деревня, скорее всего, на коренном берегу. Здесь как-то так. Смотрите, вот так, вот по реке. Видите, вот деревня, а тут вообще какие-то водные объекты. Значит, провожу вот так как-то границу. Деревня, а тут водные объекты. Значит, вот так провожу границу. Вот здесь, что здесь? Такое впечатление, что вот это вся излучина, упершаяся в коренной берег. Вот, таким образом, я вот еще раз провожу южную границу склона к долине. Теперь я могу измерить ширину долины. Измеряю, пык-пык, там, 3 километра, 4 километра, 3 километра, 4 километра, 3 километра. Вот это я пишу, я это понял. Мне это можно уже не писать. Я, наконец-то, понял, какая ширина долины, и видим, что пойма, возможно, террасированная. А, может быть, скорее всего, и нет, потому что, смотрите, вот здесь русло сейчас у правого берега. А вот когда-то оно было все вдоль левого склона долины. Вот. То есть, такое впечатление, что пойма занимает всю ширину дна долины шириной примерно 3-4 километра. Вот ценное знание. Значит, она там была, река. Значит, она там может быть. Значит, при затоплении, при затоплении, вот все вот это затапливается, вот все вот это затапливается. А вот это все не затапливается, и вот это все не затапливается. Раз. Так. Вы пишите, если что хотите. Потому что пока я... Опять у нас получается вместо интерактива... Ну ладно, пока слушаем. Если согласны. Давайте вот не согласны. В чем не согласны? Что-нибудь давайте взаимодействовать. Если слушаете, поставьте плюсик. Если не слушаете, ничего не ставьте. Теперь, читаю, что у вас написано. Долина реки Турит. Форма трапеции. Асимметричная. Шириной 2,5-7,5. Правильно. Мы это выяснили. Правый склон долины высокий. Ага. С ярженковырженными террасами до села Кулакова. Ну Кулакова это у нас там вот следующий участок, который вы прямой взяли у Кулакова. Поэтому он там далековато, в общем-то. Вот. Поэтому давайте здесь подумаем. Что здесь происходит? Во-первых, давайте поймем, что действительно правый берег, южный наш. То есть река течет слева направо. Правильно я понял? Ну, в общем-то, не важно. Вот. А может и важно. Ну у меня почему-то сложилось впечатление, что она течет слева направо. Я даже не знаю почему. Вот. Поэтому мы будем просто... Ну вы знаете, да, как она течет слева направо или справа на лево. Вот. Теперь пытаемся понять, что там еще у нас есть. А, ну я включил вики-мапию, включил там режим, вики-мапии режим этих фотографий, и я увидел фотографию. Вот эта фотография, это вот в этом месте. Вот видите. То есть я сначала подозревал, что вот излучина двигалась, 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 и вот она уперлась. И вот стала такой странной формой. Потому что, в общем-то, странно. Смотрите. Одна излучина такая, потом слабо развитая, потом остренькая, потом плавная, длинная, потом петлеобразная. В общем-то, это, к чему я тяну, сейчас мы придем к этому. Вот что это? Что это за меандрирование? Меандрирование это, не меандрирование. Вот нашел такую фотографию. То есть там низкий берег, более-менее, наверное, вот это и есть там самое пойму затапливаемое. А здесь вот обрыв. То есть вы тоже видели эти фотографии, да? Подобные. Вы там были? У вас есть фотографии? Я нашел фотографию. Потом покопал, темная фотография какая-то, вон какой-то рассвет. Нашел другую фотографию. Вот. Еще лучше. То есть видим, что есть пойма, есть даже вот какие-то элементы пляжа. И есть просто обрыв. И есть какие-то следы его размыва. Понятно. Потому что видно, что не закустарненький, не закустарненный. Вот. То есть вот коренной берег. В общем-то, это коренной берег. Слева направо. Вот. Отлично. Я редко буду переключать. В чат. Вот. Значит, слева направо. Это еще и лучше. Вот. Вот я нашел эти рисунки. Нашел фотографии. Нашел схему. Что я подумал? Теперь. Получается, что... Теперь у нас вопрос. Мы находимся, в общем-то, в рамках, в капкане, в тисках. Известных, там, двух или трех миандрирующих типов процессов. Это мы говорим. Есть ограниченное миандрирование. Есть свободное миандрирование. Есть еще не завершенное. При ограниченном, помните, я вот твердил, что при ограниченном, при ограниченном вся излучина, дружненько сползает все свои изгибины вниз. Это ограниченное. Считается, что вот она ограничена вот именно вот вершинами. Она вершинами уперлась. А есть вот свободное. Свободное, она вот ничем не ограничена, она вот свободно-свободно себе миандрирует. Вот. Вот мы, находясь вот в тисках вот этого известных типов процессов, вот это у вас самый типичный пример вот этой вот неправильной классификации. Вот природа нам показывает, что она может быть какая угодно. Смотрите, вот с одной стороны, вроде бы, это как будто бы ограниченное миандрирование. Потому что оно имеет ограничение. Вот она уперлась, 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 тут уперлась, тут вот когда-то упиралась, здесь уперлась, вот везде. То есть, как будто бы это... Но мы боимся назвать ограниченное миандрирование. Потому что, назвав ограниченное миандрирование, мы должны ожидать сползания всей изгибины без из планового изменения вниз по долине. Видим, что этого нет. То есть, тут смотрите, река потенциально хочет быть свободной. Поэтому мы должны уходить, понимаете, мы должны использовать и термины свободное, ограниченное, вкладывая в это именно это. То есть, свободное, нет ограничения. Ограниченное, есть ограничение. Но, не подразумевая, что при свободном оно, не подразумевая, что при ограниченном оно должно обязательно быть, сползать вниз. Еще есть другой, другие термин. Помните, я вам использовал, это называется развитое миандрирование и неразвитое миандрирование. Так вот, это у нас, смотрите, это у нас развитое миандрирование. Но оно ограничено Оно в тисках Относительно узкой долины Потому что если бы В общем есть причины Внешние и внутренние Которые вынуждают Реку сильно Извиваться, сильно Меандрировать, сильно выраженно Меандрировать При этом будут Хорошо развитые и излучины Вот например Посмотрите где написано Александр Кондратьев Вот это излучина Вот она хорошо развитая И ее ничего не ограничивает Есть разные независимые факторы Первый фактор Это ограничено-неограничено Или ограничено-свободно А второй фактор Это развитые и неразвитые Вот здесь оно очень интересно Оно потенциально очень развитое Меандрирование Оно очень хочет меандрировать Очень, вот если бы не было Узкой долины с коренными склонами Она бы была в широкой долине В широкой пойме созданной этой рекой И очень хорошо бы Извилины И эти извилины были бы Большие Развитые Плавные Плавно соединяющиеся друг с другом Примерно одинакового размера А здесь Она потенциально хочет быть Вот этой свободной Меандрирующей Но Коренные склоны К которым она Без конца Она роет Понимаете? Она на самом деле Вырла Смотрите Она вырла Яму вот здесь Вырла Река Вырла вот здесь Вырла вот здесь Вырла вот здесь Видите? То есть она Просто бешено Мечась В этом стеснении Ее стеснение Она пытается Упирается И моет И уже там потом Приспосабливается К этому высокому склону К этому высокому склону И уже не может дальше Интенсивно Меандрировать Вот Поэтому мы в описании Для себя Ну вот я это Каким-то образом Мы для себя Ведь описание Это Помните я вам уже говорю Мы его не обязаны Никому представлять Мы детективы Мы таким образом Это наши Улики Улики Которые Уличают Вот реку Что же с ней было Что с ней может быть Мы уличили ее Да Что есть долина Шириной Вот в данном участке Примерно 2-3 километра Там протекает река Шириной примерно Не знаю там Ну 200 метров На ней есть Хорошо развитые излучины Вот Ярко выраженные На пойме Есть широкая пойма Которая занимает Всю ширину Вот этой Долины На пойме Мы видим следы Стариц Как извилистых Так и прямых Сама река И эти старицы Упираются В склоны Как левого Берега северного Так и Правого Южного Вот В местах Упирания В эти Коренные склоны Долины Река Деформируется Уже особым образом Она пристраивается К Форме Берега И уже Таким образом И деформируется Мало того Сейчас мы пойдем Еще дальше Смотрите Если река Просто Меандрирует То она Спокойно Размывает Этот берег И у нее Есть некий Баланс Между Текущим Количеством Текущей воды Среднем Многолетнем Разрезе И Среднем Многолетнем Расходом Наносов Что-то я немножко Замудрил Но в общем Сейчас смысл в чем Вот Упершись В высокие Берега Коренные Берега Нарушается Местно Нарушается Баланс И на этих Участках Смотрите Сама река Вот увеличьте Этот Если не увеличили Вот этот Презентацию Просто на ней Нажмите И тогда она Как бы Больше становится Смотрите Еще очень интересно Как должно быть Классически Теперь переходим Помните Там дальше Мы должны Мы рассмотрели Долина Рассмотрели Пома Рассмотрели Русло в плаве Теперь мы Переходим Уже к рассмотрению Самого Русла И Русло в поперечном Сечении Какие там Формы Могут быть Карты у нас Нет Поэтому мы Пытаемся Получить Сведения На имеющемся Материале Вот я пока Нашел Быстро Сегодня утром Только вот Космический Снимок И вот Пару фотографий Что мы здесь Видим Мы видим Что Как Классический 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 У Меандрирования У Меандрирования Классический Должно быть У Выбуклого Берега Должен быть Пляж Вы его видите Немножко Вот этот пляж Мы чуть-чуть У нас Просвечивается Видите Вот беленькая Полоска Вот у Левого Берега Вот тут У правого Берега Он более Выражен Пляж Я сейчас Даже расскажу Почему Чем отличается Вот этот Участок Вот от этого Участка Отличается тем Что здесь Излучина у нас Левая Значит Гидравлика потока Такова И такой процесс Что размывается Левый берег Значит Излучина будет Смещаться Влево Или же Вниз по реке Или же Совмещенно Вниз по реке По долине И влево В сторону Вогнутого берега Значит Раз Два Или что-то среднее Куда-то вот сюда И самые глубокие места У нас будут У того берега Вот у левого Вот здесь вот Там будет Плес А вот здесь будет Пляж Вот А тут Очень интересно Получается Два пляжа Смотрите Раз пляж То есть Получается Вот это Излучина хочет Жить Какой-то Своей жизнью А вот это Излучина хочет Жить Своей жизнью Видите Здесь свой пляж То есть Нарастает Этот пляж А там Размывается Значит Самые глубокие Глубины Будут Вот там У левого берега У вогнутого А у правого Пляж Мелкие глубины Соответственно То же самое Должно бы быть И на других Излучинах Например И на этой Излучине Тоже должно быть У левого Выпуклого берега До пляж Мы его видим В какой-то степени Как на космическом Снимке Так и на фотографии У правого берега Который у нас Обрывистый Высокий Должно быть Глубоко Должен быть Плес Вот тут Отличается тем Что здесь Левый берег Выпуклый Вогнутый Левый берег Вот сюда Он невысокий Он пойменный И его река Легко перерабатывает Здесь же река С правым берегом В эту сторону В сторону деревни Она с ним Мучается Она его Хоть и перерабатывает Но Сдвинувшись На метр Вправо Туда Во-первых Тяжело Ей перерабатывать Это ясно Она уперлась Она и выгнулась Она и выпрямилась Тут Упершись сюда Вот этот весь берег Становится Фабрикой Наносов Все эти наносы Весь грунт Он валится В эту же реку И куда? К правому берегу И у нас получается Что уже нет Вот этой Смотрите Сейчас я нарисую Прямо здесь Поперечное сечение Как должно было бы быть Должно было быть так Мелко 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 Глубоко 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 И обрыв И потом До уреза И вверх Вот я вам нарисовал Поперечное сечение Какое должно бы быть Это если бы Излучина была Действительно Свободная Действительно Она никуда не уперлась К правой берег Мы предположим Здесь сечение У нас вот туда От нас Вот Съездить с тем Что здесь Куча наносов То теперь Несколько другая Поперечное сечение Полога Полога Где-то глубина В середине А у правого берега Вот здесь завал Здесь Вот видите Там Не просто Обрыв Вот если Обрыв Пойменный То вы прыгаете С этого невысокого Двухметрового Пойменного Обрыва И прыгаете Щучкой Туда Вниз На глубину Еще там 2-3-4 метра Здесь же наоборот Здесь нельзя Вот прыгнуть С этого там 20-метрового Откоса Высокого 20-метрового Откоса Если вы прыгнете То вы не попадете В глубокий Плес У правого берега А вы попадете На микроотмель Здесь Потому что Здесь другой механизм Не тот механизм Транспорта Наносов По реке Сверху вниз А здесь механизм Обвала Этих наносов Которые здесь же Появляются И потом они здесь С трудом Перетаскиваются Вдоль этого Правого берега Вот Поэтому Теперь мы с вами Рассмотрели И в поперечном сечении Поняли что там Происходит Вот Ну Я не знаю Наверное вам тут Скорее больше интересен Участок Я не знаю Может под мост Может если работаете Примерно то же самое Если под мост У вас этот участок Работаете Тоже примерно то же самое Вот река течет Слева направо Слабо выражено Излучено Вогнутый берег Правый Уперся в коренной склон Здесь деревня А вот здесь Вот интересно Ниже по течению Ниже по течению Коренной склон Идет вот к этой Деревне Суботина Вот так Потому что Вот это тоже Кусочек поймы И вы таким образом Чувствуете Ведь Описание Вообще никому не нужно Это мы Просто Это Наш исходный материал Вот наши Догадки Шерлок Холмца Что вообще происходит Мы так вам понимаем Уперлась сюда Но Может быть не совсем Может быть здесь еще есть кусок Который может быть В школе МГУ Есть такое понятие Называется Ведущий берег Они считают Они считают Что если Река Вот смотрите Она На большом протяжении Прижата К правому hurt вот здесь вот отсюда и досюда, она прижата к правому коренному склону долины вот здесь она прижата вот здесь она прижата к правому склону долины вот здесь она прижата к правому склону долины если сравнить со всей ширины долины, то она вообще везде прижата к правому склону сейчас а была когда-то прижата к левому склону вот здесь она прижата к левому склону это есть некий эффект называется эффект прилипания реки к коренному склону если река к нему подошла то ей очень трудно от нее уйти почему? потому что если она путешествует посредине то она себе путешествует и делает что хочет влево, вправо, вправо, влево, вправо все нормально а вот если она подошла к коренному склону то она нагружается вот этими новыми наносами и она их должна транспортировать у нее уже нет той энергии которая у нее была раньше для того, чтобы петлять по всей ширине дна долины у нее нет той энергии она с трудом справляется хотя бы с транспортом тех наносов которые ей без конца валятся с этого коренного берега поэтому она его уже и мыть перестает не столько потому что она в него уперлась и этот высокий коренной берег мешает ей как вот стенка набережной а еще и потому что эти наносы которые оттуда валятся ей надо еще транспортировать поэтому река думает да на его, не буду я его мыть буду я тихонечко ползти вдоль этого берега и у нее уже нет сил чтобы отлепиться и начать меандрировать себе интеллигично вот такая длинная история так, слева направо так, ну можно еще много чего рассказывать ну так вот так сказать основные идеи я рассказал значит, смотрите три главные вещи первая главная вещь это сколько на самом деле мы описывая реку нам это не самоцель нам надо понять какие могут быть плановые глубинные деформации и разработка плановых скринейших протоков значит, предположим, вам интересуется вот створ моста правый берег уперся но внимательно видим то, что вот здесь ты не уперся ниже поэтому какие-то ну, в общем, легко во-первых, мы видим что, скорее всего, направление сюда сегодня мы будем заниматься плановыми деформациями если успеем и вот там эти методы оценки направленности и скорости плановых деформаций для больших рек особенно для меандрирующих особенно для тех где плановые деформации значительны очень легко выполняется путем совмещения карт и это очень хорошо описано в нормативных документах то есть вам, кроме вот смотрите, у вас уже есть карты которые вы мне прислали 25-тысячник у нас есть вот Google у нас есть старые 50-тысячники космические эти генштабовские карты в принципе совместив ваши 25-тысячники которые вы мне прислали и старый 50-тысячник там 30-40 летней давности вы очень хорошо увидите все что с рекой происходило как она когда она уперлась в коренной склон как медленно она здесь развивается как она довольно интенсивно развивается на тех участках где она может развиваться таким образом вы определяете что моет вправо на юг моет сначала интенсивно потом слабо вот и даете этот прогноз глубинной деформации пока по этому материалу мы определить не можем потому что для определения глубинной деформации есть два пути первый путь это имея русловые съемки делается анализ этих русловых съемок вот второй вариант когда нет ничего тогда начинается фантазия вот здесь скорее всего материал будет у вас в руках да или не будет в общем сделаем пока мы глубинной деформации не занимаемся сейчас мы должны сосредоточиться на третьем шаге это оценка возможности разработки полиции определяющих проток вот я не знаю вот это ясно что здесь мост а вот здесь я не знаю или это глухая насыпь или это какая-то какие-то куски если мост например в левой части долины или в средней части долины или еще где-то или вообще это большой мостовой переход ну вот здесь есть некое подобие вот какого-то защитного сооружения может быть вообще свободно только вот это если для этого участка то все пишем что в связи с тем что левая часть пойма перекрыта возможности образования пойма смеляющих проток нет все ну вот я по этому участку закончил переключаюсь в чат как ваше впечатление как вы думаете есть ли что-то новое для вас если что-то есть найдите другие то есть мы с чего мы начинали мы начинали с карт вот ищите ищите еще карт ищите фотографии ищите материалы и когда все все в руках у вас тогда пишите вот пишите как поэму не как изложение а пишите как поэму для души не для меня не для запроектировщика даже не для себя вот вам этот текст описания не нужен вам нужно чтобы в груди появилось какое-то вот ну ёкнуло ооо наконец-то понятно что там происходит вот для этого нужно описание вот ну как давайте какую-то обратную связь или переходим к следующему вашему участку или очень интересно я совсем не так все это представлял так а вот смотрите вы не так представляли а вот как не так у вас есть какое-то другое понимание этого участка или у вас есть какое-то непонимание этого участка до сих пор или вы не согласны с тем что я рассказал вот ну в общем смотрите вы со мной согласны вот у вас должно появиться некое озарение на основе ваших представлений которые я не знаю на основе каких-то то что вы от меня что-то почерпнули на основе того что у вас появилось дикое желание найти еще кучу других материалов и это в самом начале мы с вами говорили что у нас карта решает все ищите другие карты увеличивайте и вот фотки я нашел вы знаете фотки вот сейчас вот смотрите когда мы перейдем к малой реке вашей то вот если фотки вот этой большой реки я нашел просто в этом в гугл мапсе ну как он там ну не помню там можно переключиться и будут фотки можно в яндексе тоже можно еще других то фоток малой вашей реки не было я думал что делать я набрал по малой реке есть немного фото ну все смотрите в общем все вы для себя для себя пишите поэму поэму в которую вот описав вы уже вы получаете уже ответ вы получаете ответ что что делать с этой рекой так сейчас я давайте пропущу ваш второй участок и перейду сразу к третьему участку вот я нашел какую-то карту по третьему участку это ваш у ну всё